И в Беларуси, и в России говорим о том, что нужно новые технологии социального обслуживания использовать, что переходить нужно к дифференцированному подходу социального обслуживания населения. Постарение населения произошло как у нас, так и в России. И, конечно же, все это диктует новые подходы. И сегодня об этом говорили, и приятно было отметить, что здесь подходы у нас совпадают в большинстве своем. Поэтому определили, что будем проводить семинар еще дополнительный, где состыкуем все вопросы. Я знаю, что и в России сейчас готовятся новые подходы к социальной политике. И у нас в Беларуси мы тоже над этим работаем. Вот, в частности, у нас будет введен социальный заказ. И сегодня российские специалисты отметили, что это достижение хорошее в нашей стране. И я думаю, что его нужно будет распространять и на граждан союзного государства. Обозначились проблемы, но они не только обозначились, они существовали, эти проблемы. В социальном страховании. Это пособие по нетрудоспособности, это пособие на деток. И здесь есть вопросы, но они связаны, наверное, с блоком вопросов, которые касаются пенсионного обеспечения. Потому что временно пребывающие, вот эта категория белорусов, которая в России находится, она наиболее социально не защищена. То есть она выведена, не платят взносы. Раз не платят взносы, естественно, они не могут рассчитывать на то, что они будут получать пособия и пенсии. Вот здесь вот основные проблемы возникли. Но мы очень рады тому, что вот с 2012 года принято новое решение. И суть его состоит в том, что по пенсионному обеспечению будут платить за граждан, за белорусов, которые в Россию пребывают, временно пребывающие. Вот если они заключили трудовой договор на срок более чем 6 месяцев. Это важное решение. Вот, конечно, хотелось бы идти дальше, вглубь, чтобы не только трудовой договор, но и прежде всего вот те люди, которые приезжают из нашей страны работать в Россию, они работают по гражданско-трудовым договорам. Не по трудовым, а по гражданскоправовым. А это срок, как правильно, менее 6 месяцев. То есть для того, чтобы социальная защищенность распространялась и на граждан Белоруссии, которые временно пребывают в России. Вот эта категория, она наиболее социально незащищенной оказалась. Вот у нас в Белоруссии такой проблемы нет, поскольку у нас могут и добровольно платить временно пребывающие. Сейчас у нас новый закон о внешней трудовой миграции, и там выделены категории тоже такие же, как и в России, временно пребывающие, временно проживающие, имеющие вид на жительство. И временно пребывающие у нас в добровольном порядке могут платить, и за счет этого они социально защищены. И по временной нетрудоспособности, и могут получать и пособия. Вот здесь нужно отрегулировать. Но специалисты работают, и хорошо то, что они понимают друг друга. Я думаю, что движение в разрешении вот этих спорных вопросов, они даже не спорные вопросы, они в общем-то понятные вопросы, должно быть. Постоянно действующий семинар в рамках парламентского собрания Союза России и Белоруссии – это та форма работы, которая действительно позволяет выявить какие-то пробелы в законодательстве. Конкретно выявить те проблемы, которые существуют у людей, и, может быть, не всегда мы можем это и знать. Это форма не только работы над законопроектами, а это выяснение тех болевых точек, которые сегодня беспокоят наше население. Это информационный обмен между представителями Белоруссии и России. Поэтому, конечно, прежде всего, положительные моменты, которые в результате работы этого семинара вынесены – это выявлены определенные болевые моменты, на которые нужно сегодня обратить внимание и решать их, вплоть до того, что и создавать новую законодательную базу по некоторым вопросам. В частности, например, вопрос пенсионного обеспечения, обеспечения равных прав граждан на получение пенсии как для граждан Белоруссии в России, так и россиян Белоруссии, которые трудились или в Российской Федерации, или в Белорусской. Это и вопросы медицинского обеспечения. Тоже сегодня, в целом, если говорить, мы шагнули здесь достаточно далеко, и, в принципе, больших проблем сегодня нет. Но отдельные категории граждан, они сегодня остались, в общем-то, в какой-то степени незащищены. Это студенты, которые обучаются в российских вузах, белорусские студенты. Это пенсионеры, которые временно проживают на территории России или Белоруссии. Здесь есть вопросы медицинского обеспечения. Это тоже, как бы, эти моменты, они обсуждались, и, в общем-то, выработаны конкретные рекомендации для того, чтобы, ну, вот эти пробелы устранить. Поэтому, ну, и многие другие моменты, которые сегодня в процессе обсуждения, они высвечены, над ними будет проводиться работа, они будут анализироваться, они в виде рекомендаций будут доведены до соответствующих служб, министерств, которые будут над ними работать. Ну, естественно, мы уверены, что они будут устранены. И это обеспечит равные права граждан, как Белоруссии, так и России.